Украинцы, не слушайте никого, требуйте от Европарламента для себя всего необходимого. Благоустроенные квартиры, транспорт, средства на жизнь, Евросоюз, как и Запад, вам должны и обязаны. Вы все это время были за них, а они вас в итоге швыряют. Такое ощущение, что вы в какое-то рабство приехали, мол, идите работать. Это все они должны, обязаны на вас работать, а не вы. Вот этот комментарий я прочла под одним из своих видео. И если честно, я в таком шоке до сих пор, что даже у меня слов нет. То есть у человека настолько мозг вывернут в непонятную сторону, что нечего даже сказать. Но я думаю, вы сами все понимаете. Вообще в интернете очень много негатива. То украинцы ведут себя паскудно, похабно там где-то в ресторане. То они ведут себя в квартирах ужасно, портят мебель. Кто-то ужасно неблагодарен, кто-то нагло себя ведет. И такого в интернете просто невероятное количество. И благодаря таким людям складывается мнение о целой нации. Но это не так. И сегодня я хочу вам представить человека, который бежал от войны, спасая жизнь своему ребенку, которого приютили немцы в небольшом городке. Я очень благодарна всем, кто нам помогает. Не устану это повторять. И даже не знаю, как я буду благодарить за все, что для нас делают. И в тот момент, когда у нее дома более-менее стало спокойно, она принимает решение вернуться домой к своей семье, к своим родным и близким. Покушали там вафли, она приготовила, пообщались. Пожелали нам хорошего пути. И на прощание прям Марита и я прям на глазах слезы. Ну ничего, все будет хорошо. И только что приехали от Карины. Карина мне подарила бабочку, которую она сама делала. Сказала, что это как оберег, он приносит удачу и будет оберегать нас. В общем, попрощались с ними, сказали пока. Все плачут. И я тоже. Не знаю, я не думала, что почти за три месяца можно так привыкнуть к людям, что такое ощущение, как будто ты уезжаешь от родственников, настолько ты расчувствовался. И там такие эмоции прям душевно-сердечные, знаете. Я благодарна Богу, что в моей жизни появились такие люди, что я вот с ними познакомилась. Я им безумно благодарна за помощь. Я чувствую себя счастливым человеком, что в моей жизни появились такие люди. К сожалению, при таких обстоятельствах, конечно, я рада была с ними познакомиться. И надеюсь, что мы будем поддерживать отношения, общаться и дальше. Мама, слушайся. Следи за ребенком и, если что, возвращайся. Все, не ревем. Все, не ревем. Мы не ревем. Все любят. Смотри. Да. Спасибо. Все. Не ревем. Я не знаю, как у вас, но у меня лично были слезы на глазах. Такая эмоция, такие переживания, слова благодарности. Человек реально отдает себе отчет в том, что с ним произошло. Спасибо. Спасибо.